Сегодня я хочу изложить, может быть, самые простые и одновременно самообщее представления, которые связаны с системно-функциональным дизайном. И начну я с такого представления, которое хорошо знакомо всем, хорошо сейчас подтверждает своим вашим опытом. Итак, реальность для каждого из вас, она как бы состоит из двух частей. Это вас самих, вашего Я и мира вокруг. Или можно это назвать не Я. То есть есть вы и есть все, что вас окружает. Точно так же есть для меня. Для меня по-другому. Есть Я и все, что меня окружает. Не Я. И есть такая условная, хотя достаточно четкая граница. Между Я и НЕ Я. И эта граница, она очень важна. Она, в принципе, занимает одно из центральных мест в нашей жизни. Если кто-то нарушит границу моего Я. Ну, например, продавит или психологически, или буквально даже так, да, физически, мне будет дискомфортно, неприятно, если это будет вообще очень сильное воздействие, да, я могу погибнуть. Но, с другой стороны, если у меня не будет контакта и взаимодействия с окружающим миром, не Я, я тоже буду существовать либо не очень хорошо, либо тоже могу погибнуть. Достаточно сейчас, чтобы исчез воздух, входящий мне в лёгкие. И я, ну, не знаю, продержусь, наверное, пару минут. То есть, наша реальность, она состоит как бы из двух таких частей. Это Я и НЕ Я. И мы, с одной стороны, нуждаемся в том, чтобы моё Я имело чёткие границы, и я был относительно независим от НЕ Я. Да, 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 я буду самим собой. Но, с другой стороны, я нуждаюсь в взаимодействии с другими людьми, в том числе вот мы, с любимыми людьми, с родственниками, с друзьями. Ну, с вами, в данном случае, да, вот, тех, кого интересует это знание. И в таком взаимодействии, по сути, я и живу. И взаимодействие такое должно быть хотя бы минимальным. Тогда я просто смогу жить. И, кстати, хочу сказать, что общение, например, это очень важный элемент. Одним из самых страшных наказаний является одиночная камера. Если человека, да, вот, посадить в одиночную камеру, казалось бы, сидеть в камере с большим количеством других людей, при том, наверное, не очень хороших, ну, как-то сложнее. Вот, сиди себе и радуйся, что ты в одиночной камере. Ну, очень много людей просто сходит с ума из-за того, что они находятся в одиночной камере. При том, что есть еда, да, есть какое-то там минимальное годовое условие, они, ну, и не выдерживают. Это огромное испытание. То есть мы во всем, не только в воздухе, а практически во всем, нуждаемся в взаимодействии с окружающим миром. И вот это взаимодействие, оно обычно описывается, или точнее, обычно происходит на уровне энергии. Наиболее важное из взаимодействий, это на уровне энергии. И мы получаем и отдаем энергию. Мы находимся в постоянном круговороте энергии. И вот этот круговорот энергии, по сути, воспринимаем как жизнь.